Какая красивая и мощная победа команды монстров Шрека. Слияние духов Хоиха и Вандуна это что-то с чем-то. Такой молот чистого неба мы еще не видели, усиленный абсолютным атрибутом льда. И правда, это слияние ледяной императрицы скорпионов и молота чистого неба произвело неимоверно сильный навык чистой атакующей силы. Абсолютная атака против идеальной защиты. Что же победит? Ответ не заставил себя ждать. Огромная фигура Хоиха с ледяным молотом в руках полностью разгромила защиту команды Звездной Империи. Бывающий посреди мороза молот Небесного Императора. Это слияние вторых боевых духов Хоиха и Вандуна. В отличие от первого навыка Золотая Дорога, этот в разы увеличивает силу атаки и без того могущественного молота чистого неба. Под эпичную музыку, эта сцена с гигантским разрушительным молотом смотрится ничуть не хуже, чем первое появление молота Небес Вандуна. Финал этой битвы двух команд стал кульминацией способностей Хоиха и Вандуна. В оригинале эта битва полуфинала описывается намного детальнее. Однако сама суть победы с помощью слияния Хоиха и Вандуна показана очень хорошо. Согласно первоисточнику, когда они вначале использовали Золотую Дорогу против Звездного Барьера, она имела эффект. А именно, прочный непробиваемый барьер смягчился, как будто был расплавлен светом Золотой Дороги. А уже второе слияние окончательно сломало его. Кстати, помимо этих двух слияний, у Хоиха в общем будет шесть разных слияний. Предыдущее видео на канале как раз рассказывает об этом. Если вы ещё не смотрели, то обязательно загляните на канал. В момент удара молота, принцесса Дзюдзю ощутила, словно мощнейший удар поразил её в грудь. Затем звонкий звук, похожий на разбивающееся стекло, прозвучал от Звёздной Короны на её голове. На ромбовидном камне в центре Звёздной Короны начали появляться трещины. Сразу после этого Звёздный Барьер мгновенно рухнул. Этот защитный барьер очень необычный. Только мастер, который владел Звёздной Короной, мог призвать его. Такие мастера культивируют ночью, поскольку им нужно поглощать силу звёзд, чтобы продвигать своё развитие. А создание этого Звёздного Барьера требовало целых 18 дней поглощения Звёздной Силы. После того, как он будет использован один раз, его владельцу потребуется 18 дней, прежде чем он сможет использовать его снова. Видно, насколько уникально и мощно это умение. Даже первое слияние Хуи Хао имеет перезагрузку в один день, а здесь нужно целых 18 дней. У Мася Тао также возникли проблемы. Она использовала совершенно не сдерживаемый злой огонь. В прошлом она всегда подавляла злую ауру, скрытую в её пламени Феникса. Это был единственный способ, которым она могла предотвратить его влияние. На данный момент сила боевого духа Мася Тао уже превысила силу её предка из первого поколения – Маханзюня. Так было потому, что Маханзюнь полагался на небесное сокровище, чтобы решить проблемы своей злой ауры, превращая своего боевого духа в чистого огненного Феникса. Хотя очищенный огненный Феник всё ещё был чрезмерно мощным, ему не хватало огненной силы, исходящей из ауры зла. Мася Тао сразу же обратилась к Хуи Хао. Далее в книге описывается довольно пикантный момент Хуи Хао и Мася Тао. Итак, команда монстров Ширека одержала оглушительную победу в бою, а впереди их ожидает финал всего турнира. Но перед этим команда Академии Дяо сразилась с командой Империи Солнца и Луны. Поэтому в следующей серии мы, вероятно, не увидим полноценной битвы монстров Ширека в финале. В трейлере показали ученику в Академии Дяо. Отдельно стоит упомянуть их лидера. Его зовут Цзянпэ, и он мастер с шестью кольцем. Его духовная сила находится между 61 и 62 рангами, и он первый человек в истории своей Академии, достигший 60 ранга до 20 лет. Его боевой дух – топор сотрясающей небеса, который очень силён. Как сказал учитель, среди всех духов инструментов системы атаки, известен лишь один способный подавить его, и это молочистого неба. Ключевым моментом, почему же в итоге победила Империя Солнца и Луны, является то, что все они оснащены духовными наставниками, пятого уровня или выше. Можно сказать, что Академия Дяо никогда не уделяла особого внимания инструментам души, поэтому она понесла поражение. В этом турнире участвует много Академий, в которых более 10 тысяч студентов, и только две могут выйти в финал. Наверное, это будет самое интересное и зрелищное сражение всего турнира. Грандиозный финал соревнований. Академия Ширака против Академии Империи Солнца и Луны. Почему эта Академия так сильна? Потому что она в основном состоит из мастеров, изучающих и развивающих духовные инструменты и механизмы. Что ещё более интересно, учитель не хотел, чтобы Хуи Хао выступал в финальной командной битве. Ся Хун Чен из Вражеской Академии даже провоцировал Хуи Хао, как показано в трейлере. Мол, давай выходи к нам на арену. Но вместо него выбрали Дзянь Нань Нань. Всё дело в низких рангах. Учитель беспокоился, что Хуи Хао может пострадать в этом сражении. Ведь тут все участники очень сильны и имеют высокие уровни. Кроме того, второй причиной этого является сохранение Козыря для следующего соревнования. Поскольку финал будет состоять из трёх смешанных раундов, победитель как минимум двух из трёх станет чемпионом турнира. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам это мощное слияние Редяной Императрицы и Молота Чистого Неба. Подписывайтесь на канал и всем пока.